FPGA и карты 1080i. 9 карт BCU 1525. Производительность FPGA на алгоритме Nolix Token и Skank Hash. Проблему охлаждения можно решить с помощью... При майнинге на FPGA нужно учесть некоторые нюансы. Всем привет! Сегодня поговорим о майнинге на FPGA, расскажем о преимуществах и проблемах, с которыми могут столкнуться майнеры, и о способах охлаждения таких карт. Для проведения наших испытаний FPGA, карты и битстримы предоставлены нашими партнерами, компанией AET Technologies. ASIC GPO Mining по-прежнему является рабочим вариантом, однако высокое энергопотребление делает майнинг практически бессмысленным во многих регионах, где стоимость электроэнергии выше 10 центов при нынешней ситуации на рынке. Таким образом, сегодня майнеры опять возвращаются от ASIC и GPO к FPGA. Производительность и энергоэффективность FPGA выше, чем у видеокарт, а гибкость в выборе алгоритма дает ключевое преимущество перед ASIC. Пока добыча большинства монет остается на пол, эти карты позволят добывать практически любые монеты, что является очень актуальным при сегодняшней ситуации на рынке. При майнинге на FPGA нужно учесть некоторые нюансы. Во-первых, в каждой карте по дефолту заложено ограничение по нагрузке, которое мы можем менять с помощью программатора, при этом добиваться большей производительности от карты. Во-вторых, если на GPU смена алгоритма происходит достаточно просто, то для того, чтобы на FPGA сменить алгоритм майнинга, нам необходимо иметь уже готовый битстрим, то есть набор конфигурационных данных, который загружается в FPGA. Создание такого битстрима является достаточно затратной процедурой как по времени, так и финансово. В-третьих, это высокая теплоотдача FPGA в майнинге и неприспособленность карты для работы на высокой производительности. В первую очередь, это касается штатных радиаторов, которые не могут обеспечить достаточного охлаждения при работе карты на высоких мощностях. То есть, при такой системе охлаждения мы не можем добиться максимальной производительности с карты. Ну вот мы сняли корпус карты и можем видеть небольшой радиатор, о котором говорили ранее. Когда мы говорим об охлаждении, многие застряют свое внимание именно на температуре чипа, забывая про остальные компоненты, которые также нагреваются при работе карты. В этом и заключается основная ошибка, так как сами чипы могут нагреваться и работать при температуре в 110 градусов, в то время как другие компоненты попросту перегреваются. Например, регулятор мощности, который находится у нас вот в этой части карты. Те немногие майнеры, которые в курсе данной проблемы, даже дополнительно устанавливают кулер для охлаждения самого регулятора мощности. Проблему с охлаждением карт могут решить водоблоки, либо установка больших радиаторов для воздушного охлаждения. Однако, все это ведет к дополнительным расходам. Так, к примеру, для этих карт один водоблок стоит порядка 200 долларов, и это только сам водоблок. Помимо денег, все эти модификации требуют дополнительных трудозатрат. То есть, вам необходимо заменить родной радиатор карты на водоблок или на огромный радиатор для воздушного охлаждения. При иммерсионном охлаждении все погружается как есть. Также стоит отметить, что все эти решения акцентируются больше на охлаждении чипов, чем других компонентов, которые также могут перегреваться. Следовательно, все эти решения являются менее эффективными по сравнению с иммерсионным охлаждением. Сейчас мы находимся в нашей лаборатории, где установлен опытный образец. Это ячейка, в которую погружены 9 карт BCU 1525. При погружении карт в жидкость абсолютно все компоненты охлаждаются равномерно. При таком охлаждении нет необходимости в дополнительной доработке штатной системы охлаждения. И жидкость легко отводит тепло от всех участков, снижая риск перегрева FPGA-карты при ее работе на высоких мощностях. Сейчас на примере двух карт мы покажем производительность FPGA на алгоритме 0xToken и SkankHash. На алгоритме 0xToken хешрейт составляет на данный момент 15,9 гига хеш, а на алгоритме SkankHash он составляет порядка 612 мега хеш в секунду. В майнере вы можете видеть соответственно хешрейт, частоту карты, процент ошибок, температуру, напряжение, ну и количество решений. Стоит отметить, что хешрейт является динамическим, он колеблется в определенном диапазоне. Максимальный хешрейт, который мы наблюдали в ходе своих испытаний на алгоритме 0xToken составил 16,5 гига хеш, а на алгоритме Skank 660 мега хеш. Ну и сейчас мы сравним эти показания с GPU-картами. За основу, конечно же, возьмем карту 1080 Ti. Итак, сравнение FPGA и карты 1080 Ti. Потребление и производительность FPGA и GPU вы можете видеть в таблице, из которой следует, что FPGA более чем 12 раз производительнее 1080 Ti и при этом еще более энергоэффективны. Однако, на первый взгляд, FPGA является недешевым решением для майнинга. Но стоит отметить, что это направление активно развивается, и разработчики постоянно работают над созданием новых битстримов, с которыми карты станут более производительными и, несмотря на высокую стоимость, станут еще более рентабельными. Как пример, это разрабатываемый битстрим под алгоритм X16R, с которым карта, как заявляют разработчики, будет приносить порядка 15 долларов в день. В следующем видео про FPGA мы уже покажем работающую стойку. Следите за нашим каналом. А на сегодня это все. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok